Приветствую вас, друзья! Вы на канале Флорист Мариуполь. Сегодня у нас 3 сентября и мы занимаемся высадкой растений, которые уже будут цвести у нас в марте месяце, без отапливаемой теплицы. Я хочу сегодня с вами поговорить о растении, которое, мне кажется, его недооценивают. Как любители цветочники, так же и все, кто занимается цветочным бизнесом. Так как у этого растения очень много своих преимуществ. О них мы сегодня и поговорим. В народе это растение называют анютыны глазки, виола, фиалка. Давайте разберем, чем же этот цветок так хорош. Во-первых, при посеве его в июле, мы уже в сентябре можем получить цветущее растение. Второе, что немаловажно, виолка, она может расти без проблем всю зиму. И поэтому выращивать ее можно в неотапливаемой теплице. Для цветоводов-любителей вы можете садить ее с сентября-октября в саду. И она прекрасно будет у вас развиваться, пока у вас будут плюсовые температуры. И порадует вас своим цветением уже на первой оттепели. То есть в марте, если у вас оттепель и солнышко, эти цветочки будут уже цвести. О чем можно говорить, если эти растения цветут даже под снегом? Я специально делала зимой видео, которое хочу показать вам, насколько просто они себя чувствуют в этот период. И несмотря на то, что лежит снег, они продолжают цвести, при этом цветы их не паникают, а остаются такими же жесткими. Если температура, конечно, понижается до минус 10-15, цветочек как бы немножко увядает. Но как только идет повышение, он сразу оживает и зацветает анютка уже с первыми первоцветами. Как только сходит снег, поднимаются подснежники, крокусы. И в этот период вы можете уже наблюдать цветущие анютки. Поэтому ее очень просто выращивать. И на данный момент очень огромный ассортимент этого растения. Очень большая гамма окрасок. Я сейчас продемонстрирую вам, как она красиво смотрится в саду. Как можно делать дизайн для своего сада. Ну и также еще раз обращаю ваше внимание, что это идеальный цветок для бизнеса. Так как мы не тратим, не несем никакие затраты в зимний период на отопление. Он у нас стоит в холодной теплице. Но как только в феврале становится день немного длиннее, солнечный. Эти цветочки уже обильно с февраля месяца начинают свисти в такой теплице без отопления. Поэтому не проходите мимо этого растения. Обязательно его выращивайте. Я продаю рассаду, насколько вы знаете. У меня в данный момент еще очень большой ассортимент. Единственное, что ампельная разновидность виолы уже ее практически нет в наличии. Но рогатая, которая имеет форму каскадной, еще в большом ассортименте. Можно еще выбирать. У гамма окрасок есть. Вот вы видите, какие сорта у меня в наличии еще. Они у меня все под номерами. Поэтому можете написать заказ на вайбер по этому телефону. И, конечно, для всех цветоводов-любителей, которые хотят организовать с ранней весны очень красивый полисадник, высаживайте сейчас вот эту рассаду. Если вы боитесь сильно за нее, можно накрыть ее банками, когда придут первые морозы. Но она, как вы видели по моим видео, абсолютно этого не боится. Так как горшочки у меня стояли на земле, они даже были не укопаны. Они полностью промерзали. И это не мешало ей с ранней весны опять продолжать свое цветение. Многие цветоводы-любители, как я понимаю, этого не знают. Так как сталкивалась с людьми, которые весной покупают рассаду анютки. И говорят, что в марте это вы рано продаете, ей еще холодно. Поэтому это один из фейков, о котором я в своем видео сделала опровержение, как вы видите. Цветок, который не боится ни снега, ни мороза. И который вас порадует цветением с очень ранней весны. В этом году я тоже хочу сделать цветник именно виолы. Если получится, я обязательно сниму видео. Как это сделать, как можно украсить с осени свой палисадник. Пишите свои комментарии. Мне будет интересно узнать ваше мнение об этом цветочке. Буду рада общению с вами. В следующих видео, в ближайших, разберем тоже еще несколько растений, которые будут сочетаться с виолкой. И зацветут так же рано. Поэтому обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч. Пока-пока.